МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. На 12-м канале час новостей. В студии Сергей Лесков. Коротко о главном. Приговор вынесли. Центральный районный суд в деле Юрия Гамбурга поставил точку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Военная прокуратура, МЧС и полиция разбираются в причинах крупного пожара. Склады Минобороны в центре Омска тушили 2 часа. Не справился с управлением. В Тюкалинске столкнулись сразу 3 грузовика. Есть жертвы. Разговор с коллекторами короткий. Сотрудники полиции рассказали, что делать должнику, если начались угрозы. Увидеть больше с помощью периметра у омских врачей появился новый прибор по выявлению проблем зрения. И первые 100-бальники двоомских школьников отличились на ЕГЭ по литературе. Смертельное ДТП на трассе Омск-Тюмень. Столкнулись 3 грузовика. Авария произошла на 520-м километре федеральной автомагистрали в Тюкалинском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Хино, проезжая в сторону Омска, превышал безопасную скорость и не соблюдал необходимую дистанцию с впереди идущим большегрузом DAF. В результате автомобили столкнулись. От удара Хино отлетел назад и зацепил грузовик Кенворд, который следовал в попутном направлении. Прибывшие на место сотрудники госавтоинспекции признаков опьянения участников происшествия не обнаружили. Водителя Хино доставили в Тюкалинскую районную больницу, госпитализировали его пассажира. Однако травмы последнего оказались серьезнее. Несмотря на все усилия врачей, 34-летний мужчина скончался. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Устанавливаются свидетели-очевидцы, после чего будут назначены экспертизы, также будут проводиться различные экспертизы, чтобы установить приблизительно скорость, в какой двигался автомобиль, ну и, соответственно, выяснить то нарушение, которое было допущено, в результате чего и произошло данное ДТП. Достаточно большие повреждения у автомобиля. Допустим, вот это вот Хино, ну вообще, наверное, не подлежит восстановлению. То есть там вся кабина искорежена. И вот срочная новость. Пять лет, шесть месяцев и ущерб в 7 миллионов 450 тысяч. В Центральном районном суде Омска огласили приговор бывшему вице-губернатору Юрию Гамбургу. Самый громкий процесс последних лет. Два рабочих дня ушло у судей Алексея Полищука, чтобы зачитать все 50 томов дела. Напомню, Юрий Гамбург находился под стражей с 14 июня 2014 года. С чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий при продаже по заниженной стоимости земель в Чукреевке магазина «Чародейка» на Красном пути. По версии следствия, действует Гамбурга. Бюджет Омска недосчитался более чем 200 миллионов рублей. Свою вину Гамбург не признал. В суде с 10 утра работала моя коллега Екатерина Булучевская. Сейчас она по-прежнему находится в зале суда. Прессу пока не выпускают. Судья дочитывает материалы. Как только выдастся возможность, она выйдет с нами на связь. Специалисты разбираются в причинах возгорания бывших складов Минобороны. На месте происшествия работало три бригады спасателей. По сообщениям очевидцев, горела большая площадь. Плотным дымом охватила практически всю территорию складов. Ближайшие дворы и дорогу по Маркса заволокло едким дымом. Позже стало известно, что площадь возгорания составила почти 400 квадратных метров. Горели мусор и кровля одного из зданий. Анна Кокорина продолжит. Клубы дыма, языки пламени, треск шифера на крыше горящего здания. Видео с пожаром заполонило интернет-пространство. Горят бывшие военные склады Минобороны 1915 года постройки. Зданием более ста лет. Строились они еще для царской армии. Ближайшие дворы и дорогу по Марксу заволокло едким дымом. Позже стало известно. Площадь возгорания составила почти 400 квадратных метров. Горели мусор и кровля одного из зданий. В тушении участвовало 10 единиц техники и 35 сотрудников МЧС. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Собственно, в этом сложности заключалось, потому что была большая площадь. Склады не работающие, товара там никакого не было. Для тушения понадобилось около двух часов. Пострадавших нет. А эти кадры сняты уже после того, как пожарным удалось локализовать открытый огонь. Работать спасателям пришлось очень быстро. От центра города вечер на улице много людей. Чтобы по максимуму исключить опасные последствия, у места пожара дежурит спецтехника МЧС и карета скорой помощи. В регионе сейчас высокий уровень пожарной опасности. У специалистов отработан алгоритм. Действует слаженно. Уже сегодня на новостных лентах появляются разные версии. Очевидцы и пресса высказывают свои предположения. Военные склады не эксплуатируются с 2010 года. Здание арендует частная фирма Техноком Логистик. И, по их словам, пожар начался с окурка, который бросил случайный прохожий. А мечи тоже высказались. Арендатор сам поджег имущество, чтобы не заниматься сносом обветшалых подстройок и как можно быстрее начать строительство торгового комплекса. Место пожара осмотрела военная прокуратура, МЧС и полиция. Официальную версию выскажут специалисты в ближайшее время. Анна Кокорина, Ольга Свидинская, 12 канал. Между тем, прошедший накануне дождь прибил тополины пух и снизил пожароопасную ситуацию в районах области. Так, наивысший пятый класс фиксируют в Называйском, Калачинском и Омском районах. В остальных второй, третий класс. Что касается погоды, по прогнозам Гидрометцентра, сегодня и завтра на территории региона сохранится погода с переменной облачностью. Местами пройдут кратковременные дожди. Возможно, с грозой даже градом. В выходные будет прохладно. В субботу и воскресенье в большинстве районов пройдет дождь. Велика вероятность гроз, выпадение града и шквалистого усиления ветра. Через семь часов полностью перекроют движение для всех видов транспорта на улице Ленина. Связано это с реконструкцией Любинского проспекта. В течение 10 дней, с 9 по 19 июня, строители планируют полностью заменить здесь дорожное полотно. В связи с этим изменится схема движения пассажирского транспорта. Автобус номер 73 с улицы Красный Путь направят по улицам Интернациональной, Гагарина и далее по утвержденной схеме. Отправление автобусов номер 34 будет организовано от центра города. От остановки Ток-Флагмана маршрут номер 66 поедет от дома туриста. Рабочая группа регионального минстроя сегодня инспектировала омские дороги, на которых ведется ремонт. Специалисты побывали на улицах Лукашевича, Волгоградской и Вторая Солнечная. Во время объезда подрядчикам указали на недостатки, а также проверили, не отстают ли они от графика. Денис Жарков с подробностями. В ближайшие полтора месяца улица Лукашевича будет стоять в длинных пробках. Впрочем, жители Левобережья не жалуются этого ремонта, они ждали слишком долго. По результатам опроса горожан, какие дороги следует ремонтировать в первую очередь, улица Лукашевича была признана одной из самых убитых. Сейчас улицу добивают срезать верхний слой того, что с натяжкой можно было назвать асфальтом. Причем при фрезеровке образуется небольшой уклон для стока воды. Работы идут уже четыре дня. До 20 июля предстоит отремонтировать участок протяженностью 3 километра 700 метров. Старые трамвайные пути частично демонтируют, а частично закатают в асфальт, предварительно загерметизировав. Покрытие будет трехслойным. Два пористых, верующих ей, еще шма 20 будет. Это другого типа асфалта, который долго будет служить. У нас свои асфалтобетонные установки АМАН немецкого производства. Долговечный материал нового поколения, щебеночно-мастичный асфальтобетон, в Омске пока в диковинку. Этим летом он появится только на Лукашевича, мосту 60-летия ВЛКСМ и Иртышской набережной. Все работы выполняются под жестким контролем. Специалисты технодзора и общественного совета при Минструе следят за каждым шагом дорожников. Начиная от того, надели они оранжевые жилеты или нет, и заканчивая с соблюдением нормативов укладки асфальта. Мы будем регулярно осуществлять такие комиссионные выезды. При необходимости будем привлекать специализированные организации, несмотря на то, что есть технический надзор, то есть контроль со стороны заказчика осуществлен достаточно жестко и четко. Ну и главная задача, мы видим совместно с Министерством строительства жилищно-коммунального комплекса, это обеспечить качественный ремонт дорог. Пока самые серьезные нарекания вызвал ремонт на проспекте Мира от Кристалла до ДК Малунцева. Там дорожники уложили асфальт неровно, придется переделывать. Там, где строительным контролем предъявлены претензии по качеству работ, то, соответственно, переделывать все работы подрядчик будет за свой счет, и никто ему оплачивать не будет. Дополнительное, после подписания акта выполненных работ будет составлен гарантийный паспорт, по которому организация подрядчик будет в течение четырех лет выполнять гарантийные обязательства в случае возникновения на участках автомобильной дороги, на которых они работали, каких-то дефектов. Всего капитально отремонтируют 21 магистраль, пока не начались работы на пяти. Это Богдана Хмельницкого, Маяковского, Пушкина, Лермонтова, Химиков. Сейчас, по данным Минстроя, с подрядчиками заключаются контракты, и уже в ближайшие дни там закипит работа. Денис Жарков, Дмитрий Алдегепченко, 12 канал. Ну и сейчас Екатерина Булучевская, которая два дня работала в зале суда, где оглашали приговор Юрию Гамбургу, выходит на прямую связь со студией по телефону и сообщит подробности. Катя, тебе слово. Да, привет, Сереж. Главная интрига приговора длиною в два дня наконец-то раскрыта. Финала ждали все и родственники, и журналисты. Два дня и вчера, и сегодня по несколько часов я работала в здании Центрального районного суда города Омска. Суд назначил Юрию Гамбургу приговор в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. Разумеется, можно будет подать на апелляцию в течение следующих десяти дней в Омске областной суд. Но если финальное апелляционное решение будет вынесено не в пользу бывшего вице-губернатора, то тогда, разумеется, в следующие два года своей жизни даже чуть более он проведет за решеткой. Родственники покидают сейчас здание суда в подавленном состоянии, в эмоциях, они все в слезах. Стеной загораживают друг друга от прессы. Возник даже небольшой конфликт родственников и журналистов. Но, тем не менее, сейчас все это потихоньку стихает. Прокурор говорит последние слова журналистам. И в зале, и в самом здании Центрального районного суда становится пусто. Сережа? Да, Кать, спасибо. Ждем подробности в итоговом выпуске новостей. Ну а сейчас продолжаем. Все разговоры записывать, в дом не пускать и требовать представиться. Сотрудники полиции Роспотребнадзора сегодня на брифинге рассказали, как вести себя с коллекторами. Эта тема для многих жителей Омска, да и всей страны, весьма актуальна. Зыскатели долгов зачастую прибегают к хулиганским и даже бандитским методам. Специалисты советуют не пускать коллектора в дом и не отдавать имущество. Они не имеют права что-либо забирать у заемщиков счет долга. Последняя, в свою очередь, также вправе потребовать от коллектора представиться и сообщить, на каком основании он действует. Кроме того, разговоры и встречи с коллекторами лучше всего фиксировать, к примеру, на мобильный телефон. Возможно, на диктофон, либо на телефон мобильный писать разговоры, записывать видео. В последующем, при непосредственных каких-то ситуациях, вот эти доказательства, эта видеозапись может быть как расстояние, как доказательство в суде, в том числе. В этом году возбуждено одно уголовное дело по статье за угрозу убийством в Азовском районе. На следующий момент уголовное дело расследуется, уже о результатах будет вам сообщено дополнительно. Передача долга коллекторам без согласия заемщика – лишь одно из тех нарушений, на которые жалуются МИЧИ. В региональный Роспотребнадзор в этом году поступило 128 обращений от граждан, около 30 из них на коллекторов, одно или два на микрофинансовые организации, все остальные касаются некорректной работы банков. Те часто навязывают клиенту страхование жизни и здоровья, как якобы обязательное условие кредитования, что ущемляет права заемщика, а также зачастую плохо и неполно информирует о точной стоимости кредита. Потому что многие положения кредитных договоров, они непонятны для потребителей, то есть для простых обывателей, так как они написаны именно таким языком, который как бы только понятен для финансовых организаций. Виктор Назаров вошел в топ-15 медиарейтинга губернаторов за май. Агентство «Медиалогия» опубликовало очередной медиарейтинг глав регионов. Губернатор Омской области занял второе место по цитируемости среди сибирских глав и пятнадцатую строчку в федеральном списке. В общероссийском рейтинге тройка лидеров не изменилась. Это мэр Москвы Сергей Собянин, лидер Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Мениханов. А вот в Сибири первое место занял губернатор Иркутской области Сергей Левченко, которого в СМИ цитировали 2777 раз. Всего на один раз меньше, и поэтому второе место Виктора Назарова. Наиболее резонансной темой мая для омского губернатора стала ситуация с дорогами. «Медиалогия» учла позицию Назарова после попытки розыгрыша телефонными хулиганами. Также губернатор отметил ответственность городских властей за плохое состояние дорог и заявил, что будет критиковать мэра, если это будет необходимо для приведения города в порядок. Кроме этого, Назаров принял отставку у министра строительства, который курировал ремонт дорог. В офтальмологической больнице Омска появился инновационный аппарат для диагностики зрения «Глазной периметр». Врачи говорят, с помощью этого оборудования можно обнаружить глаукому на ранних стадиях. Сама работа аппарата проста. Пациент смотрит в глазок и видит точки различной яркости и размеров, отмечая каждое нажатием на кнопку. Вся диагностика занимает несколько минут. Результаты предоставляют в печатном виде. Подобные периметры и раньше были на вооружении омских офтальмологов. Однако, по словам врачей, новое оборудование немецкой фирмы выдает более точные данные. Совсем недавно наше отделение получило новый компьютерный периметр. Прибор предназначен для определения центрального поля зрения, прежде всего при таких заболеваниях, как ранняя диагностика глаукомы, заболевания зрительно-нервного анализатора. Прибор работает по принципу скрининга и порога, то есть позволяет очень точно определять дефекты поля зрения. Отмечу, что на последней крупной офтальмологической конференции в Санкт-Петербурге достижения Омской клиники оценили. Больницу признали второй в России по успехам в лечении глазных заболеваний. Есть первые 100-бальники. Стали известны результаты ЕГЭ по географии и литературе. В последнем предмете двоимских школьников набрали высший балл. Это выпускники, которые обучались в городском лицее номер 92 и гимназии номер 69. В прошлом году сдать экзамен по литературе на 100 баллов смогла только одна омская ученица, выпускница школы номер 14. Отмечу, что ознакомиться с результатами участники могут на портале ЕГЭ, в личных кабинетах, на сайтах региональных органов управления образования, а также в образовательных организациях. И вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру. Смотрите в 20 часов. О многих других вопросах, которые обсуждали участники форума, расскажет Денис Иовлев. Свет в конце тоннеля у дольщиков из Ясной Поляны. Наконец появилась надежда на благополучный исход дела. Недостроенными в микрорайоне остаются лишь две пятиэтажки, и одну из них начнут заселять уже через месяц. В доме номер 8 все основные работы уже завершены. Сейчас строителям осталось лишь установить батареи отопления в квартирах. Сколько лет людям пришлось ждать собственное жилье, и когда наконец все проблемы Ясной Поляны решат окончательно? Мария Седнева побывала в микрорайоне, встретилась с подрядчиком и убедилась, что стройка, растянувшаяся на годы, медленно, но верно идет к завершению. Трофи рейд на внедорожниках и сплав по РТШ на рафтах. Зрелищный и захватывающий туристический фестиваль состоялся в Горьковском районе. Пока одни спокойно плыли по течению реки, другие воевали с бездорожьем. Но кто-то решился на спуск со страховкой с обрывистого берега РТШ. Смотрите, поучаствовать в мероприятии пришли более 500 человек. Подробности у Дмитрия Панкова. Обращаю внимание, грибок не вот за счет вот этого, так быстро устанет. А вот грибок за счет поворота спины. О рафтинге многие участники туристического фестиваля в Горьковском районе знают только понаслышке. Поэтому перед инструктором стоит непростая задача. За 10 минут научить новичков правильно держать в руках весло, а главное эффективно его использовать. А еще нужно показать, как сидеть в рафте, чтобы в соревновательном порыве случайно не выпасть из лодки в холодный Иртыш. Они должны управлять судном и грести на время. Ну, у кого как получится уже. Участвуют в соревнованиях новички. Профессионалов у нас нет, спортсменов нет. То есть все настоящие туристы, любители. Как видите, все больше и больше становится людей, которым интересен этот вид туризма. За ходом соревнований съемочная группа 12 канала наблюдала из судейского катера. По меркам опытных рафтеров, вода в Иртыше в этот день первой категории сложности. Нет сильного ветра, поэтому нет и больших волн, которые бы затрудняли движение. Проплыть 4 километра по реке для участников Турфеста – одно удовольствие. Пока одни наслаждались красотами Иртыша, другие воевали с бездорожьем. 10 вездеходов подали заявку на участие в трофи-рейде. Два из них вышли из гонки из-за поломки. 20-метровая яма с жидкой грязью не щадила никого. Трасса хорошая. Хорошо подготовились организаторам. Вообще большое спасибо. Места здесь подходящие, как бы поездить, как говорится, есть где. Развивать турист всегда надо, без разницы в каком месте, где он будет. Главное, чтобы он развивался и продвигался. И чтобы люди к этому подтягивались и интересовались. Также в рамках Турфеста прошел скоростной спуск со страховкой с обрывистого берега Иртыша, спортивные игры и ориентирование на местности. Более 500 человек со всей области приняли участие в испытаниях. Для Горьковского района это первый опыт проведения подобного мероприятия. И организаторы уверены, что не последний. Дмитрий Панков, 12 канал. Все наши новости на сайте в интернете. 12 канал.ру впереди прогноз погоды. Реклама будет короткой. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Микрорайонный, Серебряный берег и Прибрежный. Лучшая цена. Выбор есть всегда. 790-200. Для кого-то долгий путь. Для нас прогулка. Кому-то суровый климат. Для нас пляж. Для кого-то скалы. Нам смотровая площадка. Кто-то говорит для избранных. Мы говорим для каждого. Кредиты на любые цели в Банке Восточной. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас бедро бройлера свежемороженая 84 рубля за килограмм. Рис просто. 500 грамм 26,90. Нектар Голд Классик 59,90 за большую упаковку. Довольные покупатели – наша главная ценность. Смотри, не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Омск Сайдинг Инвест. Измерьте толщину, сравните цены. Телефон 999-222. И о погоде завтра 10 июня. Облачно возможен дождь. Ночная температура воздуха в районах 12-18. Выше нуля днем плюс 25-30. В Омске ночью 15-20. Тепла в дневные часы жарко до 31 градуса. Ветер умерен. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Пока это все. Новости итоги дня подведем в 20 часов. До встречи.